Рост групповых преступлений обусловлен многоэпизодностью. Так, 14 краж из магазинов совершено одной группой, состоящей из 7 несовершеннолетних. Три кражи совершены в 2018 году группой несовершеннолетних из двух человек. Данные группы разобщены, поскольку лидер по решению суда направлен в специальное учреждение закрытого типа. Две кражи совершены группой лиц, состоящих из двух несовершеннолетних и одного взрослого лица. Таким образом, из 45 преступлений 22 преступления совершено четырьмя группами. С целью разобщения групп, а также предупреждения о повторной преступности, в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в город Екатеринбург помещено два несовершеннолетних. Что касается 2019 года, у нас имелось на начало года также два устойчивых лидера. В настоящий момент доказана преступная деятельность этих несовершеннолетних лидеров. Они были арестованы, уголовное дело расследовано следственным комитетом, эти лидеры находятся сейчас в СИЗО. Таким образом, они не могут оказывать влияние на остальных несовершеннолетних, что, думаю, даст положительный результат.